Известную поговорку про сани и лето можно смело применить к этим людям. Пока последняя коллекция головных уборов расходится по покупателям с полок магазинов, в цехах предприятия кипит работа над созданием изделий на осень и зиму. Шапки, бейсболки, кепки классические и восьмиклинки. Мичуринские мастерицы стараются сделать всё, чтобы в холода мужчины чувствовали себя комфортно и стильно. И так с 2005 года. Закончили институт, работать негде. Ну, все ринулись в торговлю. Мы в том числе. Ну, так судьба занесла, что в какой-то момент пришлось торговать головными уборами. На рынке, скажем так, тогда был рынок продавца. Товар, проблемы не было продать, проблема была купить. Негде было взять, начали производить сами. Женский ассортимент мы не осили, потому что мы молодые люди были. И как бы ближе нам был мужской ассортимент. Ну, на этом каких-то успехов, я считаю, достигли. Сегодня предприятие производит почти полторы тысячи моделей головных уборов и сумки. Больше 50 тысяч изделий ежегодно разъезжается по всей России и ближнему зарубежью. Реализуется мичуринская продукция и через известные маркетплейсы. Цена чуть выше среднего. На производстве много кропотливого ручного труда. Того требуют натуральные материалы, которые используют на фабрике хлопок, лён, мех и овчина. Покажем вам механизацию процесса отпарки, придания изделию формы. То, что мы сейчас посмотрели перед этим, это был ручной труд, а это механизированный. Ну, ручной труд, полностью избавиться от него невозможно. Куча деталей, которые можно сделать только руками, машиной практически невозможно. В условиях текущей экономической обстановки, признаются на производстве, фабрика получила новый импульс к развитию. В связи с уходом с рынка зарубежных поставщиков у предприятия появились новые заказчики. Сегодня предприятие полностью готово к расширению. Площади заказа, казалось бы, всё для этого есть. В дефиците главное – кадры. В первую очередь не хватает швей. Для решения острой проблемы руководство предприятия даже начало налаживать связи с колледжем декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже. Компания намерена отправить заявку на подготовку кадров в столичное заведение. Впрочем, тамбовским мастерицам на производстве будут рады в первую очередь. Не обязательно это будут молодые девушки. Мы берём женщин любого возраста. Главное условие, чтобы было желание, стремление. Не обязателен даже опыт работы. Мы обучаем здесь, на месте. Оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации. Полный соцпакет. Все индивидуальные вопросы мы решаем на месте. И, как правило, всегда идём навстречу сотруднику. Руководство, в свою очередь, обещает стабильную оплату труда. Зарплаты сотрудников, как утверждают, здесь растут каждые полгода. Юлия Савушкина, Станислав Попов, Анна Мусатова, Область новостей.